Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это первая на моём канале дуэль в шестой цивилизации. Я играю за персов против арабов, против человека под ником Двачи. Это он создал события на шестую циву, там не собралось людей, а вот дуэльку мы с ним сыграли. Он предложил эти две нации, арабы и персы, я первый выбрал персов, ему соответственно достались арабы. Играем на пангеи, никаких особо нормальных карт на шестой циве пока для дуэлей нету, по-моему. И правила обычные, нельзя объединять генералов, то есть один генерал должен действовать на юниты, Они два там, их можно больше собирать, но нельзя, чтобы больше юнитов действовали на юниты. Не принимаются пантеоны, бог кузницы и верования, которые дают силу юнитам, Ну а всё остальное в принципе стандартно. Все победы включены, думаю, должна быть интересная партия. Всем приятного просмотра. Так, ну что ж, вот наша территория, дуэль. Дуэль в шестой циве, это первая дуэль на моём канале в шестой циве сейчас. И в принципе мне место устраивает, я думаю, что нет смысла куда-то идти. Есть три еды сразу, ещё три еды довольно скоро получу в будущем, поэтому... Поставлю сразу здесь город. У меня персы против Аравии. У персов намного раньше бонусы действуют, поэтому я думаю, нам повеселее будет, чем моему сопернику. Единственное, мы играем на пангеи, поэтому хочется его, конечно, найти побыстрее. Начнём с разведчика и в данном случае, пожалуй, с горной... Это что же горное дело требуется? Да, с горного дела. Всё. Место, по-моему, очень неплохое. Есть горы. Ко мне тут сложно пробираться. Единственное, только вопрос, где находится соперник, как далеко и в какое развитие играть. Ну, пока ничего не понятно. Пока просто ищем что-нибудь. Три города-государства. Ага, вот руинка. Точнее, племенное поселение. Следующим ходом. Пойдём так. Вырос до двух. Клетку я могу купить? Да, могу. К тому покупаю, чтобы быстрее рос до следующего. Кто deserves больше кредита, чем на вай? 40 монет. Это очень меня устраивает. Вот ещё руинка. Я бы, наверное, сразу прикупил вот эту клетку. И сколько лошадь? 35 стоит. Отлично. Купим. Так. Что дальше? Давайте живопиноводство. И давайте ещё одного разведчика. Странноватое место для арабов. Наверное, тундра. А для персов-нор. А что эта фигня даёт? Три культуры и два золота. Отлично. Там будет очень неплохой город. Можно поставить. Офига себе, уже варвары припёрлись. Нет, сейчас мы походим. Сначала хочу эту руинку взять. А вот теперь прокачаем. Всё-таки на холмы прокачают. Тут есть и леса, конечно. Но, тем не менее. Ну, тут же и тут хорошие места. В принципе, я вижу в Донецке городов хорошие места. Возьму сначала удвоевает юнит разведки. И, блин, вообще-то можно взять. Давайте, наверное, пантеон всё-таки. Тут есть хорошие пантеоны на камень. И вообще-то сначала три клетки. Ещё. Рынка. Здесь, пожалуй, уже строители. Так, вот этот лагерь надо расфигачить. Напомню, что в отличие от пятой цивы в шестой... Имеют бонус дуболомы против копейщиков. Ого. Сразу реликвию получил. Неплохое начало дуэли. Очень неплохое. Так, гончарное дело давайте откроем. В принципе, я, чтобы три клетки обработать, уже всё сделал. Так, а что у меня сейчас? В общем, он сейчас уже вырастет до четырёх, поэтому смысла, наверное, сейчас лошадей нету покупать. Зря я тратил деньги на покупку той клетки. Так, тут пакетик с чаем. Тут продолжаем бомбить варваров. Причём у меня стоит бонус к опыту от скаутов, поэтому я проатакую скаутом и получу промоушен сразу. Так, тут надо отключать всё это дело и чисто производство. Потому что больше нельзя расти, будет минус по довольству. Надо хотя бы нефрит обработать. Блин, у меня уже сейчас появилось. О, встретил соперника. Вот он. Так, ну мы ему сразу, конечно, войну объявим. Вот он зря мне войну объявил. Я только хотел сказать, что я не буду ему войну объявлять. Я же тогда получу... Он же тогда получит бонус к... Этим... К Эврикам. Тут он мне объявляет войну и даёт мне бонус к Эврикам. Да, вот эти коники тут. Блин, я сейчас проатакую, я боюсь. Убьётся. Ну давайте пускай кони лучше моих юнитов тут атакуют. Так, я хочу взять за... За каменоломни. Так, я бы сейчас, конечно, поменял. Блин, я не отключил анимацию лидеров. Так, ну пошли искать, где его... Ну я тут уже в пустыне, значит он говорил, что тут не для рабов. Ещё один конь появился. Жопа. Походу тут хана и разведчикам, и воинам. Ну давайте я хотя бы лагерь убью. Получу ускорение. Этим попытаюсь сбежать, но я боюсь, что... Нападут. Таки. Так, надо юнитов построить. Причём воинов даже. Хотя нет, прачников. Давайте прачников. Сейчас эти кони ко мне побегут. Если бы строить посел, а приходится, видите, строить... Ой. Это я тупо сходил. Блин, он ещё меня атакует. Главное, перекликивает. О, слава богу, не напали на... На скаута. Так. Тут у меня будет промоушен. Но мне, правда, надо прыгнуть... О, тут гвешка какая-то. К сожалению, я его не первый встретил, да? Нет, первый. Прикольно. Это здорово. Блин, мастерство забыл переключить. Нехорошо. Так, ну где вы, коники? Идите сюда. Атакуйте меня. Нежно. Знаете, наверное, поселенцы. Вообще, по-хорошему стоило бы ещё юнитов. Иногда, крючок становится лёгким. Мочит моего юнита, а? Блин, вот конь больно бьёт. К сожалению. Давайте мы уберём двойной опыт и уберём... Госпожа Тростника и Топи. Вспомнить бы, что это значит. Вообще, надо было овец обработать, чтобы получить ещё одно ускорение. Да ладно? Ну хер он туда встал? Блин. Ну жопа. Стрельбу-то из лука мы ускорили, да вот. Но мне надо будет сюда везти, город ставить. Кстати, слушайте, а может мне не сюда везти, а вот сюда? Смотрите, тут пшеница немеряна будет. Ну блин, ну вот почему варвар вот так ходит, а? Ну почему? Сейчас меня не фрит разграбят. Просто отлично. Просто... То есть тупо упустил вот тут скаута, который побежал, сообщил варварам и ко мне три лошади. Три лошади. Да, юнит был готов к повышению, да только. Нечего повышать было. Какая жопа. Так, надо подумать все-таки, куда ставить. Город, по идее, могу здесь поставить. Тут крабы, тут кучу... Вообще, наверное, надо ступ ставить. Раз, два, три. Да, а тут следующий город ставить. А там еще один. Точно. Сначала вот тут надо поставить, чтобы... И араб мне никак не мешал, и... И вообще. Обработка бронзы ускорилась. Это я трех... Точно. Трех варваров убил. Ну, сейчас мне тут все грабить будет. Ну, это... Не очень страшно, потому что это все за один ход возвращается рабочим потом. Так, ну, вроде никаких районов раб не построил, но я буду первым делом военный район строить, естественно. А вот и его скаут прибежал. Ну, слава богу, что... Он мне уже ничего сделать не может. Бронз из-за мирового форма. Прямо так даже. Блин, так что скаута могут еще убить? Тут немножко по-другому все-таки сила воинов. Высчитывается. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии ConsulWar.ru Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Леша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз, ConsulWar.ru Это позитивный аспект трейд, я думаю. Умер скаут, это очень хорошо. Он нам не нравился. Прямо скаутом. Так, надо поставить полечиться. Я этого скаута очень хочу, чтобы он выжил. Так. Блин, сдохнет скаут. Я сейчас опять пойду. Придется сейчас ввести давайте еще одного прачника, чтобы у меня было трелучника. Это было строительство юнитов выбрать. Так, тут стой, лечись. Блин, с одному удара. Не, ну подождите, это за его место. Так-то у него базовая мощь 25. У меня 10 все равно с одного удара будет. Если я сюда встану, скаутом вполне может копейщик вынести с одного удара. Так, давайте стрельбу из лука открою. Хочу три лучника заиметь. Блин, не империя. Ну. Пойду с тем... Хотя там уже никого нету в принципе. Ну так, надо контролировать. Так, ну здорово, что я лишнюю науку получаю от Стокгольма. Ага, он уже один город поставил. И железо у него уже есть. Давайте военный лагерь. Блин, а у меня сейчас... У меня сейчас будет нездоровье, к сожалению. Блин. Ну, потому что нефрит разграблен. нефрит разграблен. Да ладно. Вот именно сейчас ты решил выползти. Ну, это какое-то издевательство. Так, ну, скаут удар выдержит, если что. Ну, блин, вот не дает поставить город, ну... Что ты будешь делать? Так, думаю, теперь хватит лечиться. Пошли искать, что у нас еще есть. Деньги, торговый, путь. Рабочий еще нужен, еще нужен... Ну, вот, недовольство уже пошло. еще нужен этот... Поселенец. В общем, тут много проблем. В следующем ходу, я думаю, я убью этого чувака. еще руинка. А, вон, где раб город поставил. Так, что у нас со счетом? Как ни странно, у него, походу, вообще нету армии. Отлично. Наконец-то я тут ставлю город. Так, третий город я хочу все-таки наверное, тут поставить. На озере. что у нас там? Ну да, здесь. Потом можно на этой реке. Ну, то есть, в сторону араба надо будет, а потом уже здесь что-то ставить. Да? Да. Поэтому пойдем сюда. Если там араб где-то есть, будем его обгонять. какие-то лаги. Отлично, орошение ускорили. Наверное, после военного лагеря построю поселенца, а потом рабочего. да, этот норм вроде. Чпачибо. Чпачибо. Так, родовую исповинность, потому что построил лагерь. Блин, ну появился все равно почему-то копейщик, кстати. сейчас будем его убивать. Мы будем его убивать. Машиностроение продвинулось, потому что три лучника построено. Так, в пасаргадах давайте, наверное, сначала поселенца, а потом рабочего. Здесь, пожалуй, что я тут обрабатывать могу. Лимит жилья 4. Ну тут будет производство, еда. Еда тоже есть. давайте монумент. У меня как-то маловато. Маловато культуры появился. Не один без воды. Давайте сначала прокачаю. Сигней из-за 250 скуэр маль Тайгер. Тоже хорошее чудо. Так, нужно ли мне мореходство? Ну, в принципе, могу две клетки обработать. Железный рудник. Кстати, а что с железом? У меня железа нету. Что мой юнит не требует железа? Ну, то есть вообще я даже не вижу, где тут железо есть. Офигенный стратегический баланс. Давайте наверное обработку железа начну. Открывать, чтобы свой юнит построить. к конец знаю чем это залочил тут пофигу все равно будет 8 ходов а так 6 ходов ладно где-то еще 2 2 города государства их всего три на карте мы неужели по три жителя содержание юнитов или производства юнитов тут нам понадобится много юнитов так если у него третий город уже нет еще нет у него пока только 2 а построил ли он районы да он тоже построил но позже меня что я генерала получу раньше но он может всякие проекты на два хода позже меня построил надо проект будет провести не забыть еще один лагерь блин тико мы этим лучником пойдем с этим лагерами разбираться этим с этим у нас лечиться пока будет надеюсь он там не вылечится что кстати с армией 83 83 что постою тут полечусь пока это все будет рабочим вот тут у него столица окей он меня перекликивает я думаю что я не буду тут спешить так давайте раннюю империю откроем вообще прям политическую философию пойдем вопрос где еще города государства мне бы их найти я бы что не там за арабом где-то что если сейчас отступит а не будет лечиться я его убью вообще забил более нет он не забил он решил убить меня так значит я хочу здесь поставить город так давайте наверное рабочего потом торговца потом казармы жалко конечно этого скаута не буду вам врать мне его жалко судя потому что у него все еще три города у него было больше возможности города города поставить он видимо ведет еще один город прям сюда он прям хочет со мной конкретно ну нападать на меня но с одной стороны конечно это верно все таки у меня бессмертные с другой стороны он так растягивает фронт и не особо видно чтобы у меня прям армия была хуже чем у него так теперь казармы 4 хода через два хода как раз построю казармы и начну фигачить бессмертных ну по моему просто для ранней войны а в дуэли в любом случае ранняя война у меня перс это получше чем арабы так а что ж тут строить давайте тоже монумент монумент даже сейчас уже открыл болин все таки убил ментом скаута ну ладно не страшно так давайте же обработаем коровок так тут уже лимит жилья тогда здесь мы ампар построим здесь мы откроем давайте начнем деньги блин караван конечно нужен приходы торговец давай блин с другой стороны надо бессмертных клепать считаю что надо в армию конечно тупо рваться больше потому что соперник рядом ну не знаю он третий город не ставит все еще кстати мне еще а ну вот он провел он провел блин а я вместо этого ну не надо все таки юниты строить ну у него генерал будет плюс пять давать стоимость покупки клеток но не очень блин ну вот нафига я на две клетки походил не чтобы на одну походить и выстрелить вот это вот это самая тупая ошибка новичка любого в целью ходить на все на все протяжение хождение всегда юнитами по одной клетке ходить я вам это всегда говорю и никогда сам не делаю какой я молодец все равно ведь он подставился под мои луки кстати у меня тут так как больше то ресурсов роскошь это я не вижу вот правда жемчуг я могу сейчас купить тут рабочего 115 купить жемчуг 40 эти наверно мореходство обработаем блин строители еще можно было купить по строительство это уже они строительство все торговец 115 да ладно прям скаут меня атакует так надо отходить в свои границы полечиться а что это по эраде задает 2 2 золота но так себе построить тут ферму а потом два морских ресурса обработаю крабов и жемчуг 50 отлично я могу купить торговца зашибись так только не в пасаргадах а сузах потому что мы будем дорогу он будет проводить в пасаргадах мы начинаем строить бессмертных это очень крутой юнит не знаю почему соперник мне предложил выбирать из-за рабов и персов если вы сейчас бессмертными не продавлю то конечно у меня потом своими арабскими этими ребятами вынесет бесспорно не из не из пасаргад в сузы потому что в пасаргадах уже район построен поэтому сузы будут больше производства получать так что у нас тут со счетом 75 у меня 47 ну потерял пару скаутов к сожалению он получил генерала ну или получит я не хочу тут мне есть на что тратить производство вместо то есть я могу сказать интересно мы сейчас посмотрим что важнее на самом деле эти обучение военном ранге лагере три хода через три хода он по-любому по пусть я мог прошлым ходом начать например выполнять проект и тогда бы я получил раньше генерала волк консист с not in having great possession за один ход вообще строится бессмертные они стреляющие юниты ну вот для примера кстати мне бы конечно лошадей еще обработать иначе я не смогу город захватывать например лучники 15 в рукопашный 25 в дальнобойной а эти 30 в рукопашный 25 в дальнобойной то есть это те же самые лучники по силе стрельбы но при этом их фиг убьешь по моему прикольно так здесь военный лагерь центр коммерции давайте тоже военный лагерь блин только надо клетки купить либо вместо бону антро просто бессмертно верховая езда вот мне надо здесь обработать лошадей и так как у меня есть военный лагерь то я смогу лошадей построить захватывать город то есть я буду бессмертными обстреливать город а захватывать лошадями по моему отличный план проблема в том что не будет денег купить клетку но он тоже там что-то строит бремя очень надо было город вот здесь поставить давайте после этого бессмертного город построим у него все еще два города почему-то тут ну как минимум мне кажется в шестой цели как минимум четыре города надо как минимум у меня содержание юнитов минус 2 содержание лошадей я сейчас не присоединю желательно мне этим рабочим что-нибудь обработать он не висел мертвым грузом денежку не потреблял блин тут лошади очень нужны 65 стоит и лагерей никаких нету захватывать ну вот кстати лагерь может не туда сходить пускай постоит пока и и и и и и и и навигацию по звездам продвинул кстати он еще в политическую философию не вышел нет по идее должно быть больше культуры потому что я реликвию получил него реликвии нету ты релик а она не дает культуру она культуру не дает только веру дает сюда не отправлял послал вот жалко он где-то еще два города государства нашел явно они очень неплохие почему так кажется так я возьму олигархию потому что плюс четыре к боевой мощи одно производство плюс два влияния давайте и здесь на два золота от торговых путей племени плюс 50 производства поселин давайте производство поселенцев надо поселенца построить так Денег не хватает, поэтому Центр коммерции Военная традиция Мистицизм Ну это быстро, чтобы Поменять поселенца за один ход Поэтому нафиг надо Давайте, пожалуй Игры и развлечения пойдем Не зашибись Пустой лагерь Так, давайте глянем, что у него там Остальное У меня 14 10 У него 10,5 У меня 13 Окей У меня 10 культуры в ход У него 4 вообще Мейнная мощь 160 У него 111 Ну Пока выглядит, что у меня по всему лучше Просто по всему перед но пол полу третий город поставил нет не поставил странно не знаю что он делает не знаю могу ты только предложил него барбары тоже напали как на меня когда-то не знаете что я поберегу пока послов пойду в ученичество так но мы с ним вместе вот тут вот я только не знаю что но наверно верховую езду открыл а в культуре я его все-таки опередил то есть я уже олигархию раньше него взял да блин конь я меняю местами потому что у этого сила выше то есть если конь будет его атаковать то получит по своей конской морде наглый так ну давайте думать ага вот он прибежал лучником здорово это здорово так надо думать куда город ставить мне кажется надо на ком-то из холмов ставить город наверное вот тут потому что сразу будут лошади и недалеко железо блин это фаст кликанье конечно трындец просто просто трындец вот тут холмы отлично но мне к сожалению убьет этого лучника писяточка по я построю военный лагерь в мою сторону все логично тут повышение у лучника но он раньше выстрелит к сожалению я наверное не смогу убежать так сколько стоит клетка 70 блин что там силы по войскам сто шестьдесят пять девяносто девять ну бессмертные конечно против лучников то есть лучники 15 до защиты а у бессмертных 30 то есть сейчас лучники очень очень мало снимают просто так переключусь обратно в 3d блин блин а почему не так вот сейчас так вот Снизил содержание юнитов Чтобы какую-то деньгу получать Надо вот эту клетку присоединить Он сейчас будет отходить здесь Здесь он не догадывается стрелять Ого Вот мечник, кстати Меня бессмертно заменяет мечника как раз Что там у мечника? Тридцать шесть А у меня тридцать Ну то есть он будет бессмертного нормально коцать Тем более что у него генерал тут Ну по мне так пока У парня есть какие-то шансы Только потому что он меня Перекликивает И все Единственное Что его спасает здесь Спасибо за просмотр! Вот я не знаю Тут, понимаете, тупость в том Хотя я могу отступить То есть лучниками ему обстреливать нету смысла Да, в принципе Если я отступлю, то нормально будет Что, начинаю бессмертных фигачить просто везде У него еще один караван из этого города Так, хорошо, а сколько караван тут строится? Три хода Тут четыре Ладно, давайте торговца построю Что тут? Нужна дорога Странно, у него все еще два города Что-то мне это непонятно Давайте везде торговца Потому что я получаю как перс Больше денег и культуры За все мои торговые эти штуки Неужели тут можно в два города играть? Ну я просто вижу, что как бы парень неплохо играет То есть у него какое-то соображение есть Поэтому я и спрашиваю Вау, я перекликал Так А где тут лагерь какой-то есть? Вот этот скаут Ну видимо из того лагеря, который я уничтожил Вот лагерь, кстати, еще Я все жду, когда эти лошади можно будет купить нормально 70 Все это как-то не то Но в принципе это ради одного посла Можно открыть Так, что у нас тут? Наука 15 тех 15 и 7 10 тех 12 и 1 Круто 8 11 и 1 4 вообще Да 140 сила У него 77 Ну пока Вроде как я доминирую, конечно Это я немножко тупо сыграл Так, ладно, когда у меня там генерал А давайте за веру купим Так Тут мы подносите, он тут стены построил То есть он будет от меня обороняться При этом у него только 2 города По-моему это немножко странно Так, из Пасаргады в Акбатану Иисус Давайте в Балх перекинем Здесь еще одного Бессмертного бахнем Так, в Сузах торговец завершен Военный лагерь Давайте амбар Убил все-таки Ну вот он перекликивает меня Ну вот что сделать Пасаргады в Акбатану Так, у него тут стены Угу И тут у него защита Ну у него 2 города У меня 4 Я не понимаю Почему он так играет Ну вот он Ну вот он буду обходить пока там стороной так тут торговец завершён можно строителя я бы может даже еще один город поставил конь сюда давайте поселенцы можно поиграть просто в развитии потому что два города против а бессмертных я буду в столице пигачить так можно клетку наконец-то купить но он вообще больше никаких районов кроме на у него 22 военных района кстати у меня тоже 2 где 2 а я казармы построил а он два района построил я район и казармы нет пока не буду хотя я кстати могу ставить его сюзереном между прочим араб сюда отправил а что сюзеренитет дает плюс один кстати неплохо тем более сейчас он ему войну объявит ну там правда сразу замериться можно да ладно только в стокгольм не забирай лагерь ну чё ты как этот так ученичество открыто забрал лагерь сволочь ты стокгольм да блин ну не фасткликер ну вот он пошаговая стратегия быстрее по фасткликать за юнитов но он эти мир не заключает как эти апгейты я помню что тут баг такой есть в 6 циве что вы можете сразу с городами и государствами заключать мир когда они вам войну объявляют и и и Продолжение следует... Проложу в Стокгольм, чтобы... Денежку получать. Я еще корпус могу сформировать, трындец. Да, но у меня проблемы, конечно, тут с управлением юнитов, потому что просто с кликами не очень у меня все получается. Блин, а где стены? Или я их не открыл? Нет, открыл. Почему я не могу стены построить? А вот они. Продолжение следует... Производство... Нет, тут все правильно стоит, поэтому пойдем в теологию. Просто дополнительных послов получать. Жалко, что это не коммерческий район. Тут не знаю, о чем я жалею. Блин, я могу апнуть, но он меня убьет. Он меня убьет намного раньше, чем я его апну. Потому что он меня перекликивает. Вот и все. Тем не менее... 147 на 111. Вер у него вообще нету. Культуры нету. Вот наука немножко повышается. Так, и я хочу посмотреть, сколько у него денег в ход. О, торговец. Плюс один торговый путь. Зашибись. А, тут непонятно, сколько у него денег в ход. Да, в отличие от пятой цивы тут не посмотреть. Или посмотреть. 12. 12. 12. Ну, как у меня. У меня. Брючь. Поехали. Да? Нет. Серебряча. все-все вылечились у него блин, ну вот караван все-таки мой разграбит значит вот 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 интересно да блин это выскочила да он не смог меня убить он конями против моих бессмертных воюет вопрос только кто быстрее кликает так этого парня хочу где-то здесь поставить ну вот блин что это за надо вот где благовония поэтому вот тут где-то да жалко что никакой реки нету ну а раб с ним мир не заключается что конечно верно он день не знаю через сколько ходов там можно заключать типа по правилам мир мы это не обговаривали но он он поступает красиво так не хочу пока сюда наверно послов отправлять блин 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 вот 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 С поселом пойдет вот этот лучик, что тут какой-то лагерь вон есть Блин, надо было лучника обстреливать Ну, как бы, блин, он просто использует то, что он фасткликер То есть он спокойно меня атакует, зная, что он может этим лучником, например, меня потом убить или конем То есть... Не знаю, как вот в циве... Уже разработчики не могут что-то с фасткликаньем сделать? Так, сейчас, сейчас, надо подумать, что мне построить Вау Я перефасткликал И здесь даже перефасткликал, вау Что происходит? Ну Так, окей Что у нас со счетом? 195 140 16 4 Культуры у него вообще нет, я так понимаю Ну, наука немножко появилась Я только не очень понимаю, почему он хочет играть в два города Что это за странное желание в шестой циве В шестой циве? Чем больше городов, тем круче Ха! Ха! его тут стокгольм прессует то он даже мы так караваны не разграбил в итоге окей так но он второго генерала получил я так понимаю да кого он там взял он конечно не может его соединять как бы то есть чтобы одинаково влиять то может из него из первого генерала пер сделать литературное произведение или из этого плюс один уровень но это фигуру 3 царь тоже произведение кому круто литературное произведение по моему круто блин вот конь тут не в тему создайте религию кстати я в принципе могу же стон хэнж построить в стон хэнж столице пакетики чая надо бы обработать что-то пропущу ход пропущу ход что-то не в тему что-то пропущу ходить что-то пропущу ходить по моему фигуру и тут холмы встану сюда так уж и быть хочу обстрелял этим учеником да да это хорошо бессмертным так давайте наверное уже еще один караван построить все-таки там бонусы персидские от караванов очень-очень неплохие так в теологии еще одного посла получил пожалуй пойдем феодализм а тяжелые бои на фронте балха блин чё этот выперся теперь да ладно тут убил меня но он же умрет можно сбежать только вот сюда и все но если человек хочет умереть почему ему должен запрещать правильно вообще сюда сходить пойду поищу гэгэшки так стриме открыл у меня железа нет то тут надо обработать железо тогда смогу рыцарей строить блин так у мира тоже железо открыл блин 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 что-то странно пытается своих линитов поддавать так у меня бегают караваны из пасаргады в экботану в стокгольм так минутам поставить город то есть у меня будет готов караван для нового города но пока мы его не ставим так нужен рабочий тут нужен рабочий блин он в два города играть я не понимаю уже так круто в два города играть меня смущает то что он уже тоже в стремени сейчас рыцари побегут а сколько у рыцарей сила 48 а железо у меня только тут перекослику не а вот и арабские круто это круто так а что у него арабские юниты делают ну чем они лучше рыцарей так рыцари 448 а мамлюк тоже 448 почему пора уже дошел до мамлюков не понял а в чем преимущество мамлюков перед рыцарями скауты не захватывают поселенцев поэтому спокойно могу так хочу глянуть там то ли они стреляющие юниты а восстанавливает здоровье в конце каждого хода даже после движения или атаки единственное отличие от мамлюк от рыцаря то есть все то же самое что и в рыцаре ну в принципе можно бороться бороться у него два города он вообще ничего не сделал не знаю хочет признавать поражение что ему буду запрещать ну в принципе то есть я от мамлюков точно буду отбиваться вот по моему его ошибка в том что он только в два города почему-то играл я не знаю конечно как у него там с местностью надо наверное загрузить посмотреть то есть надо больше городов ставить шестая цифра про то что надо много городов ставить которые бы будут клепать бессмертных ну вот у меня просто защита 30 сколько 30 до у мамлюка атака 48 ну в принципе вообще он ваншоты на самом деле 48 против 30 он ваншоты но при этом я мамлюка выношу он одного убивает а я мамлюка выношу 189 на 70 то есть я мы там уже много юнитов вынес я так понимаю а нету не ваншоты смотрите сейчас про атаковал бессмертного половина хп осталось более у меня тут военный лагерь то есть я сейчас буду там вот города ставить спокойно ну в общем вот такая дуаль давайте глянем понятно у меня вообще просто некуда города сайт ну ему надо было 3 городу вот где у меня балок стоит но он был сюда третий город ставить 4 город вот тут можно вполне поставить можно было и стокгольм захватить между прочим видите тут уже конец континента у него проблемы с деньгами по науке он вышел в стремен и это не ученичество то есть и тут конечно персы по моему круче чем арабы в этой дуэли потому что у персов есть деньги с караванов с этим помню 1 вообще ни одного каравана не пустил вообще в принципе мамлюки 5 ходов строятся ну да да это то есть я бы его не захватывал против его мамлюков но то что он ничего не сделать не мог это точно это точно ну все спасибо что смотрели не забудьте заглянуть на сайт консул вор точка ру ссылка в описании и играйте в умные игры спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы застряли до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры